Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал, посвященный боксу. По многочисленным просьбам, сразу нескольких наших подписчиков, сегодня мы посмотрим бой одного из величайших мексиканских боксеров, которые при всем при этом, возможно, кому-то даже будет и незнакомы. Так уж получилось, что бойцы наилегчайших весов традиционно пользуются чуть меньше популярностью, незаслуженно, хотя среди них есть настоящие самородки, настоящие бриллианты, что уж там говорите. Вот именно на такого бойца мы сегодня с вами и посмотрим. На ваших экранах сейчас Рикардо Лопес. Рикардо Эльфинито Лопес, один из величайших мексиканских боксеров, боец, который закончил свои выступления с абсолютно сухим рекордом, то бишь с нулем в графе поражения. У него была одна ничья, но поражение на ринге на профессиональном он не знал. Не так много бойцов, действительно, вот самого высокого, скажем так, дивизиона, самого высокого ранга могут похвастаться подобными рекордами. Когда говорят про сухие рекорды, в голову, как правило, приходят ребята вроде Рокки Марчанна или Флойда Мэйвезера, но вот мало кто помнит, что был еще такой парень, как Рикардо Лопес. Это действительно был в свое время очень, я бы сказал, даже звездный боец, который на тот промежуток времени, что он был на ринге, серьезно поднял у зрителей интерес к своему дивизиону наилегчайшему. Сейчас Рикардо Лопес слева от вас, он в белых трусах. И его оппонент это Саман Сарджа Турон. Для простоты я буду просто называть Саман. Вообще Лопес, вы не удивляйтесь, он выступал не только в Мексике и Америке, но очень активно по всему миру. В Азии, в Филиппине, в Японии. Ну, причин тому, я думаю, в общем-то, большинству постоянных зрителей и любителей бокса должна быть понятна. Просто те потребности в бойцах, которые были у Рикардо Лопеса, одна только Мексикана, американское общество удовлетворить не могло. А вот в Азии бойцов очень легких весов, их довольно много. Они действительно очень крепкие бойцы. Хотя, конечно, до того уровня бокса, который показывал Рикардо на ринге, многие из них и не дотягивали. Лопес, как я уже сказал, в белых трусах. Его рост 165 сантиметров, он довольно высок для своей весовой категории. Даже сейчас вы видите, что он повыше своего соперника. Что можно сказать про характеристики Лопеса как боксера? Это очень умный боксер. Это безумно выносливый боксер. Но это, знаете, не такая вот какая-то природная безумная выносливость, когда человек может просто пахать. Выносливый боксер Лопеса, она исходит в первую очередь из его рациональных действий в ринге. Вообще, Лопес, если смотреть много боев, можно заметить, что он довольно скуп в передвижении в ринге. Вот он никогда не суетится особо. Никаких лишних движений он не делает. Он чувствует ринг, понимает его и умеет вот в эти небольшие перерывы между непосредственно схваткой отдыхать в нем, расслабляться. И за счет этого он всегда с большим запасом проводил свои бои. Ну и, наверное, главная особенность Лопеса, которая выделяла его на фоне почти всех своих оппонентов, это абсолютно нокаутирующая мощь. Для своих минимальных весов Лопес обладал страшнейшим ударом, как с левой, так и с правой. На протяжении большей части своей карьеры Лопес был известен как боец передней рукой, но вот сейчас вы видите, это был правый прямой после левой. Вот так смотришь на бойцов, которые весят 47 килограмм, а именно в этих весах зачастую дрался Лопес 47-52. И иногда непонятно, откуда в этих, казалось бы, тщедушных телах стойко-мощном. Но вот Лопес был очень тяжело бьющим боксером, и, наверное, поэтому в свое время он имел такую бешеную популярность. Как в Мексике, так и в Америке. Все знали, что его бои до конца не дойдут точно. Давайте с вами посмотрим в момент. Прикармливают передней рукой, и потом пробивают классическую двойку. Очень быстрое право, очень жесткое. Много, много действительно работает передней рукой и делает Лопес. Это была его фишка. Он обладал великолепной техникой бокса на дальней дистанции. Его прямые, это были образцово-показательные прямые. Вообще у Лопеса неплохая и любительская база, ну такая средняя, скажем так. Тем не менее, она есть. Надо понимать, что в Мексике далеко не у каждого бойца есть общелюбительская база, но Лопеса она есть. Но тут не совсем понятно с его рекордом. И сразу несколько вариаций его рекорда. Надо понимать, что не везде... Не все бои иногда могли иметь статус официальных боев. Какие-то бои могли быть несанкционированы. Вот, ну в общем, как правило, все-таки приводят в пример его рекорд как 40-0. То есть 40 побед без поражений. Иногда говорят о 40 победах и одном поражении. Но якобы там как раз таки был один из таких боев, который был неофициальный. Поэтому в рекорд его не заносит. Вообще Лопеса, который все прочее обладал великолепной защитой. За всю свою карьеру он пропускал очень мало ударов. А в нокдаунде был так и вовсе не раз за всю карьеру. Надо понимать, что человек провел 51-52 боя на профессиональном ринге. Вот. Ну, у Лопеса немного нетипичная. Скажем так, карьера для мексиканцев. Тут тяжело рассказать о какой-то тяжелой судьбе. В трущобах Лопес был не с таких бойцов. У него отец был довольно обеспечен. И за жизнь, скажем так, он... Вот это, знаете, стандартная история, когда бойцы дерутся, чтобы работать. Нет, он такого не знал. Отец любил бокс, даже упал по любителям и отдал сына. И вот так примерно улетает в второй нокдаун. Саман. Чуть ли не сдуло ветром от той мощи, которая таится в руках Рикардо Лопеса. Лопес вообще очень, знаете, такой образцов показательный, по крайней мере, для меня. Боксер, я вот таких очень люблю. Он примерный семьянин. Он, несмотря на то, что в свое время заработал очень приличные деньги, деньги не скружили ему голову. У него... За ним не числятся никаких скандалов. Он провел отличную карьеру, закончивая сухим рекордом. И сейчас довольно успешно работает на Мексиканском радио аналитиком боксерским. То есть, человеку не придраться. Он очень мало пропускал во время боев. И всегда говорил, что его цель-то не только заработать в боксе, но и сохранить здоровье. В чем он, в общем-то, и преуспел. Великолепный, конечно, был боксер. Великолепный. Рекомендую очень посмотреть его. Поединки с одним из самых принципиальных своих соперников. Это Розенда Альварес. Пуэрто-Рико... Сейчас, не вспомню, откуда. Хотел сказать, с Пуэрто-Рико. Но нет, он венесуэльц был, вот, да. С венесуэльцем Розенда Альваресом. У них было два боя. Это, пожалуй, были самые тяжелые бои в карьере Лопеса. Знаете, вот такой... Принципиальнейший его был соперник. Ну, а бой, как вы видите, остановлен. Ну, тут сложно с самым боем что-то рассказывать. Разница в уровне бойцов, конечно, на лицо. Но, опять же, повторюсь, Льва раздрался... Лопес дрался не только в Таиланде, Японии. Да, у него много боев с действительно сильными соперниками своих весов. И у себя на родине, и в Америке. Но вот просто... Многие мексиканцы, он хотел оставаться очень активным. Поэтому проводил вот и такие бои. Ну, вот, наверное, в таких боев можно увидеть, конечно, тут гигантскую разницу, которые между бойцами и Диаком. Ударил с правой. Пригнулся от контратаки. Ничего не доходит до цели у Самана. Все вот на фоне Лопеса Самана как-то скомканно, что ли. Удар не обладает такой четкостью. Такое... Вот Лопес очень хорошо известно, что его первый тренер, это Артура Эрнандес. Он ему очень активно ставил вот тот самый нокаутирующий удар. Очень плотно они работали над моментом соприкосновения кулака и непосредственно участка тела соперника. Я сам Лопес позже рассказывал. Он много времени уделил в этом момент, как правильно проводить вот эту силу удара, как правильно ставить руку для того, чтобы иметь максимальный... Чтобы удар имел максимальный эффект. Ну и, как вы видите, он преуспел в этом деле. Потому что, опять же, повторюсь, Лопес далеко не похож на как и все бойцы этого веса на какого-то серьезного нокаутирующего. А вот, у нас еще обязательно будут на канале Бои Лопеса. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok